Вы слушаете Радио Болтком. Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зеленая лампа», потому что вторник у нас традиционно. День добрых дел на Радио Болтком. И ведут сегодня «Зеленую лампу» Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина. А гости у нас сегодня по скайпу, не в студии, в связи с обстоятельствами нынешними. Но это нам не помешает поговорить на очень важные, интересные темы. Гостья наша, президент Балтийской Федерации моды, организатор многолетней Рижской недели моды Елена Страхова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Слышите нас хорошо? Я вас очень хорошо слышу. У нас немножко тихо. Сегодня «Зеленая лампа» вместе с Еленой помогает, включается для мальчика Бруна Яновского. Ему 9 лет, он из Каугари. Диагноз мальчика – аутизм. И очень нужен ему курс ABA терапии, или как ее называют, АБА терапии в Риге, который поможет улучшить здоровье и улучшить социализацию поведения мальчика. Диагноз ему поставили поздно, и было потеряно время. Но родители сейчас все возможное делают, чтобы помочь Бруна. И мы очень просим вас не забывать, что наш телефон, традиционный телефон 9306384, телефон «Зеленой лампы», работает всю неделю для 9-летнего Бруна Яновского. И стоимость звонка – евро 42 цента. И напоминаем, что гость студии Елена Страхова – руководитель Рижской недели моды. И буквально в конце октября Лена просто провернула такую операцию, совершилось какое-то чудо, и наша Рижская неделя моды прошла в живом человеческом режиме. Лена, вот расскажите, как вам это удалось, и как вы вообще оцениваете и воспринимаете? Потому что это действительно можно оценивать и как чудо, и как везение, и как, может быть, коллективное такое намерение всех участников. Вообще даты недели моды были запланированы еще год назад, осенью 2019 года, и мы от них не отступились. Конечно, было жалко, что весной неделя моды не состоялась, но там, ну как бы не мы, а ситуация дёрнулась в кран, можно сказать так, за три недели до мероприятия, и мы вынуждены были, ну, фактически приостановить весь этот несущийся паровоз, буквально выдернули пригласительные вот так из типографии, чтобы не успеть, как говорится, еще, потерять эти деньги на печать и остранение пригласительных и так далее. Хотя, конечно, многомесячная работа пошла коту под хвост. Но мы, как и все, не ожидали, что это так затянется. Думали, что, может быть, на конец мая мы перенесем, потом мы передвинули на июнь, потом мы передвинули уже на конец июля, и поняли, что всё, уже нет смысла переносить неделю моды. Летом тоже она не состоялась у нас, эта попытка, но она была такая уже в миниатюрном варианте, как бы задумана. Но, тем не менее, количество гостей, разрешенное на тот момент, нам не позволяло сделать ничего большего, и мы всё-таки отказались от этой идеи, и уже решили придерживаться того плана, который был в начале года. То есть это конец октября. И вот так мы придерживались этих дат. Конечно, всё время переживали, потому что поначалу количество гостей, разрешённое на мероприятиях, оно росло. 300 человек, 500 человек. А потом вдруг оно стало резко сокращаться. И мы каждый день, конечно, переживали. Каждый второй, третий день были внеочередные заседания. И даже в день открытия недели моды было очередное какое-то у всех пугающее заседание правительства, на котором должны были решить, оставлять вообще личные мероприятия для разрешения или нет. И мы буквально вот так сидели, держа пальцы на кнопках, запускать или не запускать. И в 5 часов вечера... Алло. Да-да-да, всё хорошо. Да, слышно, хорошо. Так. Надо подождать. Так, у нас нарушение связи по скайпу сейчас перезагрузится. А нам очень приятно отметить, что из мира моды нашими гостями, гостями нашей программы, которые помогали нашим подшифным в сборе средств на лечение или операции, были латвийские модельеры. Виктория Йонейна, Катя Шихурина, Юля Малахова была у нас в гостях. Вот совсем недавно была Анна Фонегина и Виктория Фоменко. И всегда это проходит очень-очень так, как сказать, душевно, творчески и гуманитарно. А пока связь налаживается, мы ещё немножечко подробнее расскажем про эту семью. Бруно Яновский, 9 лет, живёт семья в Каугуре. И, в принципе, правила нашей программы, мы обязательно, в обязательном порядке знакомимся всегда с семьёй, с мамой, с ребёнком. И в этот раз, вот уже две недели, у нас происходит такая история, что мы не можем прийти в дом по правилам, и мы не можем встретиться нигде на нейтральной территории. И поэтому мы встречаемся во дворе на улице. Мы договариваемся с родителями, встречаемся во дворе на улице. И вот точно так же мы поехали в Каугуре. Есть всё? Связь наладилась? Связь наладилась. Мы продолжим рассказ про мальчика через какое-то время. Вот у нас Елена снова на связи. Мы остановились как раз на кнопках, да, чтобы пальцы... Да, на кнопках, видите, даже какие энергии, что даже сейчас выключает ещё до сих пор кто-то свет. Да, и были, как говорится, у нас пальцы на кнопках, и в 5 часов вечера закончилось заседание 27 октября, которое началось в 10 утра, и в 8 часов у нас открытие недели моды в этот же день было, и мы буквально все сидели как на сковородке. Правительство огласило, что разрешено. Оставили на тот момент ещё делать мероприятие, хотя количество гостей сократили. Но мы поняли, что мы можем в этом формате ещё успеть сделать. Хотя каждый день, конечно, висел этот домоклов меч над нами, что в любой момент всё могли приостановить. Очень нервно, конечно, всё, да. А в конечном итоге сколько участников было разрешено на вашем мероприятии? 300 человек на каждый показ. То есть мы, ну, фактически, неделю моды посетила за все дни где-то порядка 4 тысяч людей. То есть можно сказать, что Рижская неделя моды – это была одним из последних таких вот массовых крупных мероприятий перед закрытием нас на карантин. Лен, а вот Рижская неделя моды, которую вы возглавляете, руководите её уже много лет. Это визитная карточка, в общем-то, нашей индустрии моды латвийской. Скажите, а с чего она вообще начиналась в 2004 году? Как вообще эта идея к вам пришла? Да, идея совсем не новая. Мы несколько раз до этого ездили в Париж на неделю моды с нашей съёмочной группой, снимать показы Парижской недели моды для нашей телевизионной передачи. И, в общем-то, смотрели, смотрели на все эти красивые парижские показы и решили, что почему бы не сделать в Риге хотя бы маленький кусочек от того, что есть в Париже. Ну вот так потихоньку мы начали. Правда, изначально наш проект назывался «Дни высокой моды в Риге», и потом он перерос с 1999 года до 2004, он так назывался. И в 2004 году мы его переименовали уже в «Неделю моды проте-порте». А вот когда это была высокая мода, кого из известных модельеров удавалось затащить? Ну, самый первый показ наш был – это показ театра Вячеслава Зайцева. То есть это был какой год? На тот момент мы, правда, очень хотели Юдашкина, я помню, прям всё вот Юдашкина и всё, и хотим. И в последний момент как-то всё там не складывалось, не складывалось, не складывалось. И вдруг, я уже не помню, то ли нам предложили, то ли мы сами как-то решили немножко скорректировать наши пожелания. И мы пригласили театр Вячеслава Зайцева, который приехал со всеми своими манекенщицами, я не помню, человек 30 их было. И сделали целое шоу в театре «Дайлес», два отделения. На том же показе участвовала Наташа Янсена. Это была её первая коллекция, тоже произвела фурор. И я помню, что вообще-то всё это закончилось тогда скандалом, потому что Зайцев на самом деле очень критично и ревностно отнёсся к показу Натальи Янсены. Ничего себе! Она со сцены как-то её там не очень в красивой форме раскритиковала. Конкурентов почувствовала. Наташа в итоге убежала со слезами. Часть зала в знак протеста встали и вышли из зала. Какие страсти! В общем, это был какой-то… Мне казалось тогда, что это был полнейший провал, и вообще, что это всё так… Но всё плохо и ужасно, на самом деле. Все журналисты нам говорили тогда, «Да ты что? Это же круто!» А для начала проекта лучше пиара не придумаешь. Если бы не было скандала, нужно было бы его придумать. А так он у вас получился сам собой. Кстати, Наталья Янсена тоже была гостем нашей программы «Зелёный ламп». Была у нас тогда очень интересная программа. Да. Лина, а вот «Неделя моды» сейчас, по сравнению с началом, с предыдущими годами, количество латвийских дизайнеров, модельеров, оно выросло? Как вы оцениваете это? У нас вообще выросло количество показов, в любом случае. То есть на сегодняшний день 5 дней «Недели моды» – это очень много для такого города, как Рига. То есть мы фактически собираем весь цвет нашей индустрии. Все стремятся участвовать, и именитые дизайнеры, и молодые дизайнеры. И для дебютантов тоже мы всегда находим место. И я могу сказать, что первые годы, когда мы делали, пропорция такая была, что мы всё-таки стремились, и был наиболее, ну такой, я, ну как бы живой ажиотаж больше относился к зарубежным дизайнерам, к показам именно там Франции, из Италии, кого мы приглашали на тот момент. Наших дизайнеров, ну так, шли как бы, ну вот не на всех, и так скептически смотрели. То на сегодняшний день именно показы наших дизайнеров вызывают наибольший ажиотаж, гораздо больше, чем иностранные показы. А вот этот год коронавирусный, печальный наш, он как повлиял на индустрию моды и красоты? Вот что-то очень сильно нарушилось, или всё-таки онлайн-формат позволяет как-то это в дальнейшем проводить? Ну, конечно, сильно нарушилось, потому что одежда всё-таки это не товар первой необходимости, именно дизайнерская одежда, да. Конечно, люди, ну, придерживают свои средства, скажем так, потому что все в такой непонятной ситуации, что будет завтра. И, конечно, в основном тратятся деньги на сегодняшний день, это во всём мире, не только в Латвии, на самое необходимое. И как бы одежда дизайнерская немножко осталась в стороне. Но на самом деле, конечно, как и в любом бизнесе, дизайнеры ищут какие-то решения этой ситуации. Я могу сказать, что был прирост достаточно большой, как ни странно, но можно найти в этом логику свою, в онлайн-продажах детской одежды. Просто вырос в разы. И опять-таки, если, ну так, проанализировать, возможно, что это было связано с тем, что, ну, всё-таки родители там, ну, боялись, может быть, ходить по магазинам с детьми, там, выбирать, мерить одежду и так далее. А дети, кому одежда всё-таки нужна, они растут быстро. И хочешь, не хочешь, как бы, это мы можем в своём уже возрасте там поносить. Двухлетней давности там кофточку или платьица, да. Дети не могут, потому что у них уже даже просто по размеру не подходит эта одежда. Любопытное наблюдение, да. Да, и как-то вот я вначале тоже, когда узнала про эти цифры, мне казалось, как это так, вот почему. Ну, на самом деле, вот, ну, я для себя, по крайней мере, объяснила это так. Лена, а как вот вам кажется, на самой моде, может быть, в одежде, в аксессуарах, отразится вообще эта тема коронавируса? Ну, вот маски сейчас уже начали каким-то образом… Ну, вообще, сами маски, как факт, да, аксессуаром стали. Ну, маски ещё в марте сразу же наши дизайнеры начали производить, скажем так, даже там, поскольку там тоже своя борьба была, одноразовые маски закупленные, маски там какими-то инстанциями и так далее. И дизайнерские казалось, ну, вот куда же вы лезете там со своим товаром в чужой бизнес, скажем так, да. Ну, на сегодняшний день, да, как бы все понимают, что это долгосрочная перспектива, и это уже аксессуар, поэтому дизайнеры, ну, изощряются, и маски с кружевами, и с цветочками, и с принтами, то есть нормальная партия. Лена, а вы какую маску носите? Обыкновенную, одноразовую или какую-то специальную? Нет, в одноразовых я не могу ходить, у меня начинают речь, я извиняюсь, сопли, и не знаю, с чем это связано, может быть, там, какие-то пропитки этой маски или что-то. Я ношу наши дизайнерские, наших дизайнеров, скажем так, маски, они из натуральных материалов, возможно, они там не защищают как-то уж очень какие-то слои, там, какие-то правильные должны быть, вот, но там есть даже шерстяная, есть хлопчатобумажная. Да, то есть зимние, летние. Зимний вариант, да, летний вариант, ну, вот шубейного варианта ещё нет. Как грустно, что вот у нас вот такие вопросы и такие обсуждения, да, вдруг возникли. Ну, реальности вот таковы. Мы ещё вас попросим рассказать о том, как вот этот весь период карантинно-коронавирусный влияет на тенденции модной одежды, да, вот через буквально несколько минут, потому что у нас сейчас будет небольшой перерывчик на рекламу, потом мы продолжим. А сейчас пока что мы напомним, что «Зелёная лампа» вместе с Еленой Страховой помогает, сегодня включается, чтобы собрать средства на реабилитацию девятилетнего Бруна. У мальчика аутизм, аутизм с рождения. И было около трёх лет ему, когда он перестал говорить и реагировать на родителей, проявилась какая-то агрессия, асоциальное поведение. То есть это очень хороший, умный и талантливый мальчик, но периодически у него вот возникают такие вот родители аутистов, знают, как это бывает. У кого есть знакомые в вашем круге общения семьи с аутистами, они представляют. Казалось бы, вот ничего страшного. На самом деле это очень тяжёлое испытание для семьи, и нужны обязательно постоянные непрерывные коррекционные терапии. А это стоит денег, и вот эта семья, о которой мы рассказываем, там работает только папа, папа работает водителем на скорой помощи. В семье есть ещё взрослая, старшая девочка, 11 лет, умница, красавица. И вот девятилетний Бруна, с которым случился вот такой диагноз, который затянули вовремя не поставили. В общем, чудесная семья и... Очень светлые люди. Ну вот мама рассказывает, когда они возили уже на этот курс саботерапии в Ригу, Бруна, она одна не справляется даже. То есть она должна из Каугури, где они живут, везти в Ригу в центр аутизма мальчика своего. И по дороге бывает всякое. То есть ей трудно с ним справиться. То есть непредсказуемо эти дети себя ведут. Иногда агрессивно может убежать. И поэтому папа заранее, когда они уже будут выстраивать график, он будет рабочий, свой график, просить, чтобы его ставили на скорой помощи в ночную смену, чтобы они вместе вдвоем с мамой могли три раза в неделю возить мальчика в Ригу из Каугури и пройти вот этот вот лечебный курс терапии. А стоимость курса на год, вот целый год, трижды в неделю, это 4 тысячи евро. То есть это совершенно адекватные деньги для такого большого курса. Но у этой семьи просто нет таких возможностей. У них двое детей. И они просят нашей помощи. Телефон 930-6384 работает всю неделю для 9-летнего Бруна. А сейчас у нас перерыв, несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что наша гостья – президент Балтийской Федерации МОД Елена Страхова. Помогаем мы 9-летнему Бруну, у которого диагноз аутизм, помогаем в семье справиться вот с этими трудностями и проблемами, чтобы мальчику стало лучше и легче. Сейчас буквально несколько слов мы должны сказать об итогах программы прошлой недели. Прошлый вторник мы рассказывали историю маленькой Марты, 4-летней. И там такая ситуация, что Марта очень тяжело больна с рождения, у нее тяжело генетическое заболевание, синдром Ретта. И мама совсем молодая, очень симпатичная, юная такая мама, она растет ее одна, потому что папа у девочки ушел, умер, ушел из жизни, когда ей было всего годик и 3 месяца. Очень тяжело этой семье. Мы рассказали эту историю, написали на сайте MixNews.lv, фонд благотворительный Be Open открыл счет. И подключил телефон. Да, подключил телефон. И вот всю неделю собирали денежки для Марты. И так получилось, что уже вчера была собрана полностью сумма, она такая немаленькая. А сегодня еще поступления были. И мы просто, когда вот это слышим, теряем иногда дар речи, потому что за неделю для Марты собрано 10 932 евро. И в том числе было сделано 2134 звонка на благотворительный телефон, что составило сумму 2667 евро. Вот эти маленькие звоночки, они собираются в такие большие цифры. А эта сумма пойдет на покупку двух вспомогательных медицинских устройств. Вертикализатор, потому что девочка лежачая, у нее интеллект не поврежден, но вот двигательной активности нет, и этот вертикализатор позволит мышцам не атрофироваться, чтобы не было болей. И устройство альтернативной коммуникации, такой визуальный навигатор, айтрекинг, которым девочка, так как она не говорит, она взглядом может на экране компьютера показывать на картинке и таким образом коммуницировать с мамой. Это чудо для них. И оставшиеся денег собрано даже больше, чем стоимость этих двух устройств, и оставшиеся деньги пойдут на оплату конкретных терапевтических процедур и реабилитации для этой девочки. Низкий поклон всем и огромное спасибо. Ну и раз мы говорим о благотворительности, то вопрос нашей гостьи, Лени Страховой. Вот мода и благотворительность. Вот как вам кажется, эти понятия как-то связаны, должны быть связаны? Что в сфере моды в этом смысле происходит? Ну, я думаю, что вообще творческие люди, они как-то всегда связаны с благотворительностью. Это относится и к музыкантам, и к разным творческим профессиям. Конечно, мода не исключение, потому что это те люди, которые создают, которые творят, и они творят это в том числе и за бесплатно, в том числе и за какие-то большие деньги, меньшие деньги. И как пример могу привести, конечно, если мы смотрим на глобальные такие мероприятия и акции и большие, скажем так, вложения в этом смысле. Я могу напомнить, что в начале того же вируса, когда в Италии была критическая ситуация, итальянские дома моды, Армани, Дольче Габбана и многие другие пожертвовали просто миллионные средства. Армани купил даже в местных газетах, где тоже терпели очень большие потери. Он выкупил много страниц первых в газетах, чтобы написать благодарность врачам, которые работали на тот момент на передовой и боролись с этими сумасшедшими больными, и смертями, и всем тем ужасом, который на тот момент происходил. Конечно, наши дизайнеры не располагают такими миллионными средствами, но они тоже принимают участие в благотворительных проектах или сами их создают, сами проводят в сотрудничестве с продюсерами или приглашающими к таким акциям людьми. Это те же продажи коллекций и каких-то отдельных нарядов, платьев, в зависимости от того, какая это акция. Также я знаю, что некоторые дизайнеры ездили в детские дома и выступали с различными лекциями, мастер-классами. Юля Малахова, например. Всё время кто-то… Но я уже не говорю о том, что даже и до коронавируса, и благотворительных акций, которые относятся к сегодняшней ситуации, дизайнеры всегда помогали друг другу, творческим людям. Это и начинающим музыкантам, и начинающим режиссёрам. Они очень много жертвовали, скажем так, и какой-то одеждой, и своего времени, и своего труда, чтобы помочь другим творческим людям тоже встать на ноги, что всегда, конечно, отрадно. Ну вот, если говорить о цифрах, мы можем добавить, что действительно цифры по помощи, благотворительной помощи дизайнерских компаний, модных домов моды в мире, они очень высоки. В общей сложности объём пожертвований на борьбу с коронавирусом во всём мире оценивается в 2,8 миллиардов долларов сейчас. То есть такие компании, французская группа Кёринг, владеющая модными домами Гуччи, Болинсиага и так далее, объявила о перечислении миллиона долларов сразу же, вот как только всё это началось. Ну и можно долго и много ещё называть различные. А в связи с этим, вот такой вопрос. Возникла такая тема, что из-за этого коронавируса эпоха потребления как таковая потихонечку должна сойти на нет. То есть пойдут смещаться какие-то ценностные, смысловые акценты. Вот, Лена, как вам кажется, модная индустрия устоит, на ваш взгляд? Ну, людям всегда была нужна и будет нужна одежда. Сказать, что модная индустрия вообще как-то сравняется с землёй? Нет, она трансформируется, безусловно. Конечно, все подстраивают свой бизнес под те условия, те реалии, в которых мы живём. То, что люди будут меньше потреблять не только модных товаров, но и других товаров потребления, это тоже как бы закономерно. И к этому последние годы, даже до коронавируса, и призывали, и всё это к этому шло. Так называемая slow fashion или sustainable fashion, долгосрочная мода, когда люди покупают, скажем, вещь несколько подороже, но которая более качественная, и которая будет служить дольше, чем разовые какие-то фаст-фэшн-вещи, там, не знаю, майка за 5 евро, сделанная в Китае, которая там три раза оттуда выбросила, такие вещи, они, наверное, уже всё-таки минимизируются, скажем так, если не сойдут на нет совсем. Но, конечно, это тоже зависит от сознания, аудитории. Во всём мире это движение как бы воспитания сознания в покупателе, оно уже идёт не первый год, и потом посвящены многие саммиты международные и так далее. Конечно, в Атвии это как-то немножко всегда медленнее и не так сразу всё происходит. Но, в принципе, глобальная такая тенденция, она уже лет 5-6 минимум. То есть разумное потребление? Да. С одной стороны, существуют дорогие бренды и какие-то не первые необходимости вещи, которые стоят несколько тысяч евро, а с другой стороны, сейчас стремительная тенденция, что люди просто теряют работу, выживают. Вот в этом противоречии, скажем, если говорить о высокой моде, как вам кажется, как будет развиваться? Философия индустрии моды в этом плане. Ну, то, что расслоение общества будет ещё более сильным, это понятно по окончании этого кризиса, да. Всё-таки больше всего, наверное, средний класс пострадал и пострадает ещё в ближайшие годы. Но те, кто были бы там очень богатые люди, это прослойка, они всё равно нищими не станут, да. И они привыкли к тому образу жизни, который они вели, и они всё равно будут покупать эти дорогие вещи. По крайней мере, прогнозы мировые такие, да. И то, что, ну, как бы вот именно в средней нише будет самое сложное работать, да. То есть это будет или уже всё-таки достаточно такая масс-маркет продукция или уже лакшери. Лен, а вот для вас лично, личный такой вопрос. Мода какого столетия исторического периода кажется наиболее такой вот близкой, может быть, яркой? Интересной. Интересной, да. Что интересно с точки зрения, если брать историю даже костюма, какая эпоха? Ну, мне нравится то время, в которое мы живём, и прошлое столетие. Ну, конечно, нельзя сравнивать начало столетия и конец столетия, да, это совсем разные вещи. Но мне нравятся и 70-е годы, и 60-е годы. Мне нравятся моды этих лет. Но она всё равно как бы возвращается или в каком-то смикшированном виде, немножко трансформированном виде. Может быть, там, не знаю, 90-е, наверное, мне как-то меньше нравится, прошлого столетия. А те, там, эпоха, там, барокко, ренессансы, там, всё это, ну, это уже как-то совсем уже так далеко от сегодняшнего дня. Хотя, конечно, есть эстетика своя и в этом тоже. Скажите, а вот наши латвийские дизайнеры, ну, во-первых, много новых имён появилось за последние годы. Как они выглядят в сравнении с западными коллегами? То есть, ну, наверное, может, не так сформулировала. Вот в европейской моде латвийские дизайнеры заметны? Ну, сложно, конечно, им приходится. Я ничего не могу сказать. Сложно, потому что априори, как бы, даже до сегодняшнего дня всё равно «Made in Italy», «Made in France» — это сразу даёт зелёный свет в Европе или глобале, везде в мире, да. То есть, это всё равно уже, ну, те, ну, как бы, стандарты и ассоциации, и стереотипы, которые складывались несколько десятилетий. У нас мода, в общем-то, ну, так, если взять именно, ну, скажем, сначала независимость Латвии, там, в 91-м году, я имею в виду этот период, независимость, начиная, да, с 91-го. Ну, она ещё, как бы, только-только начала подниматься, только-только мы начали о себе заявлять, это последние годы фактически. Хотя, конечно, наши талантливые дизайнеры, ну, больше, конечно, не столько там конкурируют с какими-то там домами «Диор», «Шанель» и так далее, но именно в творческом плане, где нужно проявить креативность. Наши, там, скажем, «Мары», «Роллс», «Дуэт» — это победители многих международных конкурсов, где участвуют дизайнеры, там, из 20-30 стран, и они всегда в призах, всегда. И я сама была в жюри многих конкурсов международных. Ни один финал практически никогда не бывает без латвийских дизайнеров. Это приятно очень. А вот эта неделя моды, октябрьская, какие, может быть, новые имена открыла? Или вообще вот на кого обратить внимание из молодых вы посоветуете? Ну, на этой неделе моды дебютировал бренд «Collected Story». Это была первая их такая большая коллекция, и первое шоу. И я скажу, что для дебюта они выступили очень хорошо. Большие молодцы. Я могу только порадоваться за них, порекомендовать. Тем более стартовать в такой год при таких условиях. Это не подвиг, но что-то героическое. Да, когда большие дизайнеры переживали и за коллекции, и за шоу, и у всех сложности с ресурсами были и так далее. Так что и морально как бы было достаточно сложно всем выдержать, потому что каждое утро все просыпались. У нас был общий чат, и я получаю сообщение. Ну что, всё в силе? Первый вопрос. Всё в силе. Опять на следующий день мы просто провели день, значит, следующий день опять я просто говорю, ну всё в силе, я пишу, всё в силе. Я каждый день себя спрашивала последние две недели уже до мероприятия, и понятное дело, что во время недели моды, ну правильно ли я делаю, что, может быть, это моя какая-то упёртость такая вот дурацкая, что я вот как бы всех ставлю под такой риск. И мне, ну, наверное, пафосно звучит, но мне мой внутренний голос говорил, давай, всё произойдёт, всё будет, не волнуйся, всё будет хорошо. Ну, в общем-то, так. Мы уже в пятницу, когда остался последний день, я говорю, ну всё, нам бы ночь простоять и день продержаться. И тогда уже, а у нас в субботу как раз самое большое количество показов было. И, конечно, было бы, ну, очень обидно, если бы там раз где-то и перед последним днём там вдруг какие-то изменения очередные. Но вот нет, Бог нас миловал, и как кто-то сказал, наверное, Бог любит моду. Я говорю, нет, Бог любит Рига Фэшн Вик. В общем, на вашей стороне была удача в этот раз, да. Да, абсолютно. Мы хотим ещё напомнить, что вот этот разговор о моде, он проходит не просто так, а мы ещё параллельно напоминаем всем нашим радиослушателям, что наша программа «Зелёная лампа», она включается для того, чтобы помочь мальчику, 9-летнему Бруно. И если говорить про эту семью, там двое детей уже рассказали, ещё есть старшая сестричка, которой 11 лет. Живут они в Каугури. Вы знаете, нам очень понравилась эта семья. Когда мы спросили у мамы Эгиты, а как вы проводите досуг, вот что вы делаете, что вам нравится делать? Она говорит, когда возможно, мы садимся и едем в соседние городки, в Токумс или в Юрмалу, да, и смотрим… И смотрим, как украшены улицы к Рождеству. Вот представьте, вот у них такое развлечение. Дома у них живут две собаки, которых они взяли из приюта. Хотели взять одну, но потом оказалось, что у неё есть братик. И они взяли двух собак. А мальчик, которому мы помогаем, Бруно, он талантливый. То, что у ребёнка аутизм, это не значит, что он не такой, как все, он какой-то особенный, но это не значит, что для него должны быть закрыты какие-то там дороги, потому что у него по-разному проявляется. Вот аботерапия, о которой мы говорим сейчас, она помогает развивать и заложенные внутри способности, потому что это дети, они, как мы говорим, они как инопланетяне, у них внутри столько всего скрыто, это надо открывать. Вот мама нам рассказала эту историю, как однажды в комнате он взял сам, когда он был в комнате, и разрисовал весь пол. Он взял фломастерами, разрисовал пол полосочками. Но эти полосочки были не просто так, а они были расположены по цветам, от светлых к тёмным. Вот представляете, весь пол, да? То есть, с одной стороны, ну, как бы испорчен пол, а с другой стороны, это художественное произведение. И родители таким вещам очень радуются, потому что ребёнок как-то себя проявляет вот так, как он умеет в этой ситуации. Наш телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает для того, чтобы помочь оплатить занятия на целый год, трижды в неделю в латвийском центре аутизма. Стоимость звонка евро 42 цента. Лена, вот организация «Недели моды» – это такой процесс очень коллективный, он связан с огромным количеством разных людей, групп. Вот такой вопрос. А что вы лично цените в людях в первую очередь? Такой вопрос ценностный, личностный. Я бы здесь немножко всё-таки, скажем так, подразделила в людях вообще или в моих работниках, скажем так. В людях, которых вы встречаете в жизни. Вот вы встречаете человека. Что для вас важно? Ну, я бы всё равно сказала, что в мужчине я, наверное, ценю больше всего целеустремлённость и мужественность. А в женщине я ценю больше всего искренность и доброту. А у вас есть какие-то любимые, не знаю, книги, фильмы, притчи, которые в трудные минуты, они сейчас есть у всех, и у вас тоже наверняка помогают как-то удержаться, голову не опустить? Лайфхаки. Что вам помогает? Лайфхаки? Да. Да, ну я, как многие сейчас говорят, это модно говорить, но на самом деле это очень правильная вещь. Я медитирую. Медитация мне помогает. Я изучаю психологию достаточно глубоко, хотя я не собираюсь профессионально этим заниматься, но мне эта тема интересна, и много всяких инструментов, как себя поддерживать на плаву и в пассивном настроении, как общаться с людьми в любых ситуациях, как прощать, как лучше их понимать, скажем так. Это составляющие доброты, в общем-то. Как психолог, что вы можете посоветовать нашим радиослушателям? Вот сейчас у нас такое межвремение странное, и погода, и темнеет рано, и мысли у всех такие грустные. То есть все, конечно, стараются себя каким-то образом взбодрить. Но уже устали. Взбодриваются, да, но уже устали. Ваш рецепт, ваш совет? Я думаю, что, по крайней мере, мне сейчас это помогает очень сильно. Я думаю, что это должны быть какие-то новые знания, на которые человек переключается. Потому что это время, оно грустное, вот это, оно закончится. И к тому моменту, наверное, мы должны все вместе, как бы коллективно обладать каким-то новым уровнем знаний, и чтобы выйти и с достоинством, и из этой разрухи, и начать какую-то новую жизнь, ну, можно сказать так, с чистого листа практически. Вот у нас сейчас предрождественский период, он уже начался, он уже идёт. Мы у наших героев, программа о которых рассказываем, мамы Бруно спрашивали о мечтах на Рождество и на Новый год, о чём бы они попросили Санта-Клауса, Деда Мороза, кто кого. Вот, и это всё написано, вы можете прочитать в статье на сайте Mix News LV. Благотворительный счёт открыт в фонде Be Open для этого мальчика, нужно собрать 4 тысячи евро. А вот мы Елену тоже спросим об этом. На Рождество и Новый год, чего вы себе пожелаете? И вашему делу, вашей индустрии? Ну что, на Рождество и Новый год. Да, давайте сейчас нажелаем. Но санта-смеха подарков человек обычно не дает. Ну как бы можно, конечно, дарить и… Загадать, вот скажем, загадать. Намечтаем, и оно сбудется. Вот мы поможем. Я думаю, что сейчас все рвутся путешествовать. Самое ценное, конечно, что мы за это время вынесли, это человеческое общение, которое просто бесценно, да. Особенно сейчас мы все это почувствовали, что мы потеряли. То, что у нас было всегда под рукой, и то, что мы сейчас не можем вот так просто взять. Это общение и вот общение между людьми, и общение с природой, с миром, с путешествием. Вот я себе загадываю какое-то нереально крутое путешествие в следующем году. Мы вам этого желаем. А для нашей семьи мы загадываем тоже, чтобы получилось сломать стеклянную стенку, и возникло общение между семьей и ребенком, потому что ребенок, который аутист, он как будто в стеклянном таком шаре находится, и туда очень сложно достучаться. И вот эта вот лечебная терапия, которая в Риге есть, и которой нужно мальчику пройти, она как раз служит тому, чтобы он смог общаться. Потому что каждая мама аутиста, она мечтает, чтобы этот ребенок просто рассказал ей о своих мечтах, о своем внутреннем мире, о своих страхах. И вот мы очень желаем. Мы желаем всем и нашим радиослушателям всего самого дорогого, того, чего они хотят в настоящий момент, чего им не хватает. Наша программа подошла к концу. С нами была Елена Страхова, президент Балтийской Федерации моды. Елена, мы вас благодарим и желаем, чтобы все сбылось и путешествий, и удачи в индустрии бизнеса, и самого всего хорошего. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84 Плата за звонок 1 евро 42 цента.